В то же время в Киеве открылась официальная фан-зона УЕФА – фестиваль чемпионов. Она будет работать с 24 по 27 мая. Здесь найдут себе развлечения и взрослые, и дети. Что интересного приготовили организаторы, Андрей Яковин расскажет. В море синих кепок виднеется красная. Это фанаты Ливерпуля из Индонезии обступили киевские мальчишки. Ахмад Анапи показывает им фотографии своей страны и делится впечатлениями от фан-зоны Лиги чемпионов в Киеве. Это прекрасно. Я никогда не видел такой длинной фан-зоны. Люди в Украине прекрасные, и везде слышно фанатов Ливерпуля. Все очень хорошо, мне очень нравится. Десятки телекамер со всего мира встречают послов финалов Лиги чемпионов. Украинка Ия Андрущак и бразилец Кафу выносят из здания городской мэрии европейские футбольные трофеи. В сопровождении секьюрити оркестра барабанщиц и мэра Киева Виталия Кличко Кубки чемпионов заносят в официальную фан-зону. Фестиваль чемпионов открыт. Украинская футболистка никогда так близко не видела своего кумира Кафу. Став послом женского финала, познакомилась с ним лично. Я помню 2002 год, он поднимает кубок мира над головой, а сейчас я стою рядом с ним. Прикольно. С 24 по 27 мая центральная киевская улица Крещатик превратится в место футбольного паломничества. Фанаты Ливерпуля разворачивают баннер с изображением побед команды в Лиге чемпионов. На нем есть пустое место. Говорят, это для киевского кубка. Компьютерные игры, конкурсы и море пива. Эти ребята готовы к игре. Сколько забил у него сегодня литров? Литров забил. Голов три забил. Андрей Яковин, Александр Бугай, UATV.